здравствуйте сегодня мы коротко пройдемся по темам которые больше всего сейчас волнует общество давайте сразу начинать но перед этим попрошу те кто не подписан обязательно подписаться на мой канал поставить лайки поставить колокольчик так вы не пропустите ни одно мое видео и так верховная ради украины зарегистрировали проекты законов но продлении военного положения в украине и всеобщей мобилизации 24 мая стекает период в 90 дней на который была объявлена всеобщая мобилизация а военное положение согласно указу президента в украине действует до 25 мая я сразу хочу извиниться перед теми зрителями которых я вел заблуждение утверждая ранее что военное продолжение нельзя продлить после 90 дней оказалось можно мне дали неправильную информацию еще раз извините я знаю что эта тема очень многих волнует и вчера у меня был стрим опять там тысячи человек единомоментно и более 20 прошло за все время стрима у всех каждый второй спрашивает по поводу мобилизации по поводу военного положения эти законы инициирует зеленский поэтому двести по не сто двести процентов что они будут подписаны поэтому ничего другого ждать не приходится я просто думал и предлагала чтобы на территориях которые на которых не происходят активные боевые действия чтобы там просто было введено чрезвычайное положение ничего не меняя при этом военном смысле слова и защиты этих территорий на тех территориях на которые приграничные с россией юг и восток там оставить военное положение но видимо они решили иначе просто остается открытым вопрос по поводу выезда мужчин за границу который сейчас просто нереально тоже всех волнует просто нереально у меня каждый день в телеграмм сотни сообщений подпишитесь пожалуйста и вы почитайте может кому-то будет там полезная информация хочу сказать по поводу мобилизации опять-таки по моей информации и алексей арестович публично озвучивал я об этом говорил кажется вчера или позавчера что с личным составом проблем нет тут же мне люди пишут что во многих городах украины в частности в чернигове и в житомире чуть ли не на улице хватает людей мобилизирует я мало что понимаю это все просто пишут люди я эту информацию проверить пока не могу поэтому не хочу вас как бы сбивать с толку но такие сообщения есть да еще вчера на стриме многие интересовала тема азов стали и азова батальона я не хочу об этом никакой информации говорить не инсайдерской не общедоступной белецкий выступил попросил этого не делать зараз головное завдание отца спасти 100 левых людей он еще знадобляться безумовно украине и головное зараз не зашкодить своими домислями и идеями и каким-то инсайдом и так далее сами операции по спасению бейцов а тому у меня великое прохание до всех кто хочет поделиться думками про те что что происходит на азовстале або до тех кто имеет какие-то секреты инсайды и хочет кому необходимо с всем святом поделиться цими инсайдами залишить их при собе как и власне думки через 2-3 добры я думаю что сам гарнизон доведем даст четко не могу понять как все происходило как все происходило и так далее на данную хвилину могу сказать что гарнизон полк на связи знаю что там происходит гарнизон на месте гарнизон со оружием в руках я вчера даже до выступления Белецкого сразу зрителям говорил что извините я ничего не буду сегодня единственное это ничтожество Пушилин выступил по планам по Мариуполю я вам тезисно хочу об этом рассказать вот самое важное что он сказал завод ильича восстановят азовсталь снесут на месте азовстали предлагают сделать парковую зону и технопарк решение пока не принято вчера комбинат покинули порядка 600 человек есть раненые нацистов ждет суд в городе разрушена примерно 60 процентов домов но с коммуникациями все не так плохо ожидали худшего город будет восстанавливать в качестве курортного россия помогает сразу вам хочу сказать никто город восстанавливать не будет им мариуполь нужен только для сухопутного коридора в крым и больше никакой задачи он не влечет и не несет для россии никаких технопарков это все сказки бабушки арины в жизни не вздумайте в это даже верить пушилин прежде чем эти планы реализуются я вас уверяю что с ним случится то же самое что с киеве как они моторолы с этими всеми и тут даже не надо будет работать украине обычно таких решают сами же фсбшники вот и все пушилин это очередной вы знаете мой любимую фразу полезный идиот им попользуется он свою примитивную задачу выполнит и все кто не знает пушилин это бывший как это тысячник ммм финансовой пирамиды вот такой высококачественный и высокоинтеллектуальный кадр есть у путина серьезный человек однозначно идем дальше сети эзэс начали подписывать топливные контракты без государственного регулирования цен вот предварительные цены которые ожидаются на заправках может кому-то нужно это говорит о том что ближайшие дни появится топлива на заправках очередей больше не будет цены конечно высокие примерно такие цены в европе польши в чехии я хочу вам сказать что повторить еще раз везде куда коснется государство везде с этими товарами или услугами будет проблема рынок должен регулировать все сам остальным должен заниматься антимонопольный комитет вот и все вот до чего довел гетьманцев и ко посмотрим что будет дальше надеемся хотя бы что вопрос бензином решится как-то все немножко начнет двигаться кстати возвращаясь к теме военного положения а мне интересно как настар шуфрич смог покинуть страну знаете что он выехал расскажу еще вам кто не знает у меня был раньше канал небольшой за месяц до этого как я открыл этот канал его атаковала российская бета ферма его youtube заблокировал я написал им десятки писем наконец-то они вчера его разблокировали хотя я уже давно его похоронил совершенно неожиданно для меня возможно с этого канала я сделаю после войны такой второй канал где буду рассказывать только о спорте потому что это моя одна из профессиональных тематик я знаю что многим эта тема интересна кто хочет подписывайтесь пока сюда кому будет интересен спорт и а потом вас приведу на другой канал но любом случае это важно еще раз попрошу всех подписаться я не скрываю мне нужна аудитория вы здесь для себя что полезное почерпнете за мной никто не стоит чтобы там кто комментариях не писал в тик токе я полностью независимая фигура я буду вам рассказывать те вещи которые другие не могут или не хотят вам рассказывать еще я хочу обратиться к своим зрителям напишите пожалуйста в комментариях к этому видео какую тему возможно я упустил который вы считаете нужно поговорить что я обязан об этом сделать видео возможно эта тема вообще него него не тема войны а другая но которая сейчас очень актуальна и важна я сделаю с удовольствием в этом отдельное видео у меня где-то 45 таких резервных тем просто общих есть но очень важных поэтому возможно кто-то зрителей мне подскажет что-то толковое напишите пожалуйста спасибо что досмотрели это видео до конца покажите пожалуйста мой канал своим друзьям пусть они тоже подпишутся и подпишитесь вы кто еще не подписался но и обязательно колокольчик слава украине